Ну, по поводу украинских спецслужб, там Киев неоднократно говорил о ликвидации Путина. Как думаете, это вообще возможно дотянуться, возможно, до него в силу этих всех двойников, того, что он умер, не умер, воскрес, куда-то делся и так далее? Ну, представьте, если дотянулись и убили двойника, то есть у всех на глазах хлопнули двойника, а потом говорят, что Путин жив, ему оторвало башку, разорвало его начальство, а он воскрес. Я не знаю, как это прокатить. Если рассказы о том, что он уже в холодильнике вызвали такую бурю эмоций, то есть на глазах у всех его просто расчленит, я думаю, будет очень интересно. Кроме всего прочего, мы открыто говорим о том, что там еще давно открыли охоту на Путина. В прошлый Новый год я просил у партизан уничтожить Путина до вот этого новогоднего торжества. Но, знаете, вчера у нас такое событие произошло. Не знаю, удалось ли бы нам уничтожить его до Нового года, но вчера, в общем-то, были назначены, ну, еще не назначены, но уже понятно, что будут назначены выборы на 17 марта. И поэтому Путина имеет смысл уничтожать в феврале. Понимаете, ситуация какая? Я поясню. Дело в том, что по российской конституции в случае смерти президента обязанности исполняет премьер-министр, ну, в данном случае Мишустин, и назначает выборы в течение 100 дней. Понятно, что такой премьер-министр назначает выборы и сам становится кандидатом. А вот представьте ситуацию, когда все кандидаты уже зарегистрированы, выборы уже назначены, механизмы все работают, и в этот момент погибает Путин. Нет его. А там одни шестерки, которых воткнули туда только с единственной целью, для того, чтобы они сделали эти выборы легитимными. Всякие Гришки Явлинские, там всякие от новых людей непонятные черти, там от Зюганова кто-то, даже не он сам, от ЛДПР кто-то. И вот вся вот эта шобла оказывается перед таким фактом, что кто-то из них может стать президентом. Вернее, даже не может, а станет точно. Представляете, что получается со всем правящим классом? Каждый из них думает, какой марионеткой я смогу управлять. То есть, есть два варианта. Отменить выборы, тогда все. То есть, вся власть нелегитимна в России. Там нет легитимной власти даже по Конституции, потому что выборы должны быть назначены в течение 100 дней предпредседателем правительства. Если их отменяют, то все. Таким образом, власти легитимной в России нет даже официально. Представляете, если эти выборы не отменяют, значит, там есть какая-то марионетка, которая от вот этого конкретного клана двигается. Но кланов-то дофига, и всех марионеток быстро расхватают, и начнется битва. Причем битва за Москву, за московский трон. И тут получается, что вся конфигурация меняется. То есть, рассчитывали на Путина, на то, что он там когда-то уйдет, кому-то место освободит, а здесь он уже ничего не решает. Он лежит в гробу, да, там Лукашенко зубами щелкает и кричит, Сын Цзинбин, ты мне обещал! И тут как же это, как же это так? Представляете, Мишустин охреневает. Он рассчитывал, что он будет после Путина в результате того, что есть Конституция, да, а тут ему выписывают конфигурацию из трех пальцев, и какой-то клоун из ЛДПР, говорит, не, буду я, у ЛДПР больше всего. Да, и там КПРФ начинают ходить, петь, страна огромная поддерживает своего клоуна. Это же будет просто такая веселуха. На фоне этого можно не только там какие-то регионы в России забрать, можно всю Россию забрать. Пока будет эта клоунада, восстанут наверняка мигранты тут же, тут же восстанут, потому что власти уже не будет, никто никому не будет подчиняться. То есть, если, допустим, убить его сейчас, то, естественно, все начинают подчиняться Мишустину. А здесь кто такой Мишустин? И он через месяц будет, если, предположим, Путина 17 февраля гасит, а 17 февраля выборы. Все, через месяц Мишустин никто. Можете представить, кто же будет ему подчиняться, если он никто, и ни в каком случае он не станет никем. Даже премьер-министром не останется, потому что любая марионетка его уберет. Поэтому это самый хороший вариант. И если у кого-то, в том числе у спецслужб Украины, есть желание посотрудничать в этом направлении, мы готовы. Мы будем готовиться именно в это время нанести удар. Вячеслав, если... И не скрываем это, почему? Потому что у нас силенок мало, нам нужна поддержка. Ну, надеемся, ГУР вас услышит. По поводу февраля, что Путина надо ликвидировать в феврале. Может ли, вот если вдастся в конспирологию Соловья, того же генерала СВР, может ли быть такое, что лежит бункерный в холодильнике, и, грубо говоря, это не трогать, это на Новый год, а это не трогать, это до февраля. Может быть, у них есть такой план, действительно, как вы сказали, в феврале обналичить его смерть? Вы слишком хорошо о них думаете, во-первых. Во-вторых, если бы он был в холодильнике, процессы были бы такие, которые мы обязательно заметили. Это очень серьезный процесс. Никто бы не стал ждать, даже дети подарки под елкой не ждут, да встают ночью, там их раздербанивают. А уж Мишустин бы, вы все думаете, стал бы ждать, если там этот друг в холодильнике, он бы стал ждать, пока ему там скажут, ну, что, можно официально сказать, зачем ему это надо. Ему надо здесь сейчас, представляете, там какая жадность у этих людей каталогическая. Там Сечин сейчас сколько украл за это время, Миллер сколько за это время, а мог бы Мишустин украсть. Вы что, он с ума сойдет, он будет лежать спать в постели в своей каждую ночь и думать, блин, вот этот ручей сейчас, река, золото течет в карман этих козлов, этих гомосексуалистов, а я бы сейчас вот такой замечательный Мишустин сколько бы мог сундуков набить. Так он рассуждает, и ни в коем случае не иначе. Поэтому нет, вы заблуждаетесь насчет таких дел. Так это не работает. Кроме всего прочего, масса людей наверху в силовых структурах непосредственно, участвующих во всех этих процессах, которые являются государственными рабами, они служат государству. Как бы они к нему ни относились, понимая, что оно карманное, преступное и так далее, они считают, что оно таким и должно быть и действует так, как им предписано. А предписано в данном случае, да, есть только одно предписание, другого предписания нет. Если подох этот крендель, то другой крендель, который является премьер-министром, становится президентом автоматически. И ни кто-то его выбирает, ни кто-то его утверждает. Он автоматически становится. И поэтому он не захочет стать автоматически, что ли? Конечно, захочет. И вообще система автоматизма, она и даже в демократических государствах, где тоже огромное количество государственных рабов, работает исключительно. Очень хорошо работает. Вот посмотрите, возьмите, допустим, Америку 70-х годов, но, пожалуй, одно из самых демократических государств, которое существовало за всю историю человечества. И какой был вариант? Вариант такой, что вице-президент уходит в отставку, назначают вице-президента, потому что выборов нет, Форда. Форд назначенный вице-президент. А потом уходит в отставку Никсон президент. И Форд становится избранным президентом, хотя его никто никогда не избирал. Это в Америке. В Америке. Представляете, что в России? Госдарабы, что хочешь, сделают. Они будут действовать в интересах государства. Это сто процентов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин